В прошлом году у нас в Ашкирской поэзии произошло очень радостное событие. На чувашском языке выпустили книгу, очень хорошо выпустили стихи Шаяхзада Бабича, изданные в Чебоксарах на чувашском языке. Стихи Шаяхзада Бабича переводились на другие языки и выходили маленькие книжечки на русском языке, но вот такой книгой на другом языке Бабич еще не издавался. Это для нас очень радостное событие. И кто переводил эти стихи? Эти стихи переводили Виталий Ениш. Это очень известный чувашский поэт, прозаик и лирик, и сатирик. Большой друг нашей литературы, очень часто нас переводят. Переводил Александр Савельев в САС и Николай Ильентьев. И все вот эти три переводчика живут у нас в Башкорстане, работают. И некоторые из них уроженцы Башкорстана, как, например, САС Савельев. Он здесь родился, здесь вырос. Имея такую большую силу чувашской литературы у нас в республике, есть еще не члены Союза писателей, но пишущие молодежь, которые выпустили, опубликовали свои произведения в периодической печати, в журналах, готовят свои книги. И, конечно, встает вопрос о создании секции, чувашской секции Союза писателей Республики Башкорстан. Это вопрос, я считаю, что созрел, и мы на своем последнем 12-м свезде Союза писателей, который прошел в октябре прошлого года, обсуждали этот вопрос, и было решено обратиться в правительство республики с просьбой о создании чувашской секции в Союзе писателей, о выделении места консультанта в аппарате Союза писателей. Правительство с вниманием отнеслось к нашей просьбе. Сейчас вопрос разрабатывается, и мы надеемся, что этот вопрос будет решен. Потому что это долго откладывать, я думаю, нельзя. У нас давняя традиция чувашской литературы, чувашской республики. Отсюда вышли выдающиеся чувашские поэты, народные поэты. Константин Иванов, Яков Ухсай. Из одного села Слакбашево вышло так, как два выдающихся поэта. Но, к сожалению, в последние годы у нас связи как-то ослабли. Я помню, вот в 70-е, 80-е годы часто проводились дни башкирской литературы, башкирского искусства. Чуваши, здесь проводились дни чувашской литературы, чувашской культуры. Мы часто ездили в Чувашию, они часто приезжали к нам. Вот в последние годы как-то эти связи, по-моему, не на том уровне значительно ослабли. Нам надо восстановить свои связи, издавать друг друга. Я вот несколько лет тому назад переводил стихи Сеспеля, и я пытался, старался переводить с построчника, то есть с оригинала. У меня и построчника были, и оригинал. Оказывается, мы тюрки, и оказывается, у нас языки, хотя на первый взгляд кажутся очень отдаленными, хотя они и тюркские языки. Но если вникнуть в систему этого языка, можно очень быстро научиться, ну, я не говорю, что писать на чувашском, но понимать суть системы этого языка, оказывается, можно. И вот переводя Сеспеля, я хотел выпустить, подготовить даже книгу, а книгу его стихов, ну, как-то дело затянуло, я думаю, вернуться этому обязательно надо издать Сеспель, вот как бабища издали на чувашском, и Сеспель надо издать на башкирском языке. Думаю, что это мы сумеем сделать. Еще, вот мы сегодня встретились с деятелями чувашской культуры республики, Алексеем Александровичем Кондратьевым, Иваном Григорьевичем Тарасовым, И у нас возникла мысль о том, что эта секция станет заниматься не только литературными делами, здесь будет сосредоточено свои культурные силы и Уфы, и столицы, здесь будут стекаться и информации, и проблемы, связанные с культурными запросами чувашского населения республики, и это станет как бы своеобразным очагом, творческим очагом в нашей республике. И я надеюсь, что это так и станет, потому что у нас вот в Союзе писателей имеются очень хорошие традиции, у нас работает русская секция, это давно работает, вот несколько лет очень успешно работает у нас объединение татарских писателей, которые возглавляют и хорошо ведет работу известный поэт Муса Сиражи, и я надеюсь, что мы сумеем создать такие традиции и по чувашской литературе в нашем Союзе писателей.